здравствуйте друзья это проект великая россия не поздно необъятная непостижимая но такая родная могучая и великолепная страна про которую мы так мало знаем а рассказать есть только что дух захватывает меня зовут влад серов проект выходит при поддержке движения великороссы сегодня выпуске в россии почти никто и не подозревает что живем там и оказывается на землях великой финляндии но зато в хельсинки об этом не забывали ни на минуту придуманная страна которая ни одного мига не существовало в реальности не дает спокойно спать нашим соседям финнам мы откроем вам удивительные тайны почему аппетиты хельсинки скромненько простираются аж до урала а также когда и в честь чего они умудрились нафантазировать себе эту чудо империю который ни один историк на понятие земля не помнит все это в сегодняшнем выпуске вместе с другими уникальными фактами поехали итак есть прекрасный жанр ну честно сейчас вот честно европейские сказки малыш и карлос маленький принц русалочка то что всем нам так нравилось в детстве правда опять же надо помнить мы читали это дело в переводе и в адаптации советских авторов хотя важнее другое есть и другие сказочки у наших западных соседей зловредно и вслух просто больше произносить не хочется эпитетов которые надлежит разоблачать и бороться с их распространение особенно когда некоторые хитрые ребята вроде президента финляндии александра стуба пытаются рассказывать их на весь мир во время резонансных собраний этот банкир в хорошем костюме пролезший в политику вообще оказался тем еще сказочником и поведал широкой общественности следующую историю цитирую россия напала на финляндию во второй мировой мы потеряли 10 процентов территории включая ту на которой были рождены мои дедушка с бабушкой и отец заявил президент финляндии и сказочка конечно бесподобно особенно учитывая что все было ровно наоборот это исконно русские земли были переданы почти 200 лет назад в состав финляндии а после победы одержаны в 1945 году вернулись наконец-то в состав россии надо еще поискать такую страну которая после разбойного нападения почти всех европейских стран бесчеловечные блокады ленинграда финнами ограничила наказание лишь тем что вернула назад свое же даже без процентов так что давайте и разберем что вообще случилось и о какой великой финляндии грезили в 30-е годы интеллигенты в хельсинки когда затевали свою агрессию и начнем с того что каждое государство помнит свою историю оттуда откуда ему удобно ее помнить и финляндия например очень не любит вспоминать что в качестве независимого государства она но не существовала вообще никогда вплоть до того самого 1917 года потому что сначала так по-честному вообще-то данная территория входила состав швеции чуть позже петр первый начал знаменитую северную войну по итогу которой финляндия перешла в состав российской империи что четко оговаривалось не штатским мирным договором в 1809 году александр первый объявил о создании великого княжества финляндского чем фактически заложил первые основы государственности на этой территории и лишь да да все в том самом 1 1917 году ленин даровал хельсинки полную независимость причем без всякой освободительной как принято грезить у некоторых войны за нее однако самое интересное конечно самое занимательное и поучительное в данной истории это чем ответила финляндия впервые в жизни получившая самостоятельность и право самоуправления а именно для старта эти милые люди разработали целую концепцию под названием финлянде лебенсраум или жизненное пространство финляндии причем пространство товарищи себе нарезали скромненько часть скандинавского полуострова весь кольский полуостров почти вся прибалтика вся архангельская область и большая часть ленинградской короче типичное такое государство жертва да более того заметим что идея великой финляндии отнюдь не ограничивалась географическими приобретениями там предполагалось и активное проведение скажем мягко этнической политики в результате единственно который остаться должны были только родственные народы близкие к финнам которые а вот и не угадали им вовсе не дозволялось просто братья проживать на территории великой финляндии ибо сначала их надо было дотянуть до высокого уровня так сказать цивилизованность добавить культуры череп правда за одно померить все как мы любим в общем короче говоря планировалась финляндизация родственных народов и магическое исчезновение всех прочих наверное можно не объяснять при помощи какой именно магии это хотели сделать одним словом ребята сумели найти достойный ответ на вопрос как бы распорядиться внезапно обретенной независимостью уж такие бедные несчастные страдальцы уж такие жертвы что просто обнять и плакать поймать и гладить причем значительную часть своих планов они еще успели и реализовать традиционно все подробности расскажем уже через пару секунд одежда и аксессуары от бренда великорос это настоящие вещи для настоящей русской души это символ традиционных семейных ценностей духовного обогащения великой национальной идеи и процветания русской культуры выбирая великорос вы сохраняете благочестивые православные традиции и приближаете нашу победу в борьбе которая ведется за русский мир носите на здоровье и будьте счастливы итак мы возвращаемся в 30-е годы прошлого века когда советское руководство покончив наконец гражданской войной ясно понимала неизбежность второй мировой и не менее ясно представляла планы наших дорогих мирных таких это что это ваша разумеется соседей которым недавно даровали независимость планы хельсинки состояли в захвате второго по величине города советского союза лишения выхода к балтийскому морю ничего не напоминает из текущих реалий и ликвидацию балтийского флота как нетрудно догадаться кремль вряд ли мог согласиться и смириться с подобным сценарием и потому собственно было решено любой ценой отодвинуть границу от ленинграда а причем лишь после того как финляндия отказалась от переговоров по которым им предлагались даже большие территории чем хотел получить советский союз для своей безопасности только тогда началась советско-финская война которую финляндия как раз очень хорошо помню опять же ровно именно в том виде в котором это удобно ее итоги как и итоги великой отечественной всем отлично известны потому что конечно представлены существующими на карте границами которые на данный момент признает весь мир и вот здесь мы вплотную подошли к той сказочке которую на всей планете пожелал толкнуть кто упрекнет президента страны защищающий демократию фантазиях александр ступ хотя это очень мило ведь сам он является этническим шведом и не может не понимать что в случае поражения советского союза во второй мировой и его предкам и ему саму предстояла бы полная финлядизация так про какие же потерян 10 процентов территории страны он говорит а дело вот в чем батюшка нашего героя президента йоран ступ появился на свет в городке кекисауме более известной как приозерск и с какой собственно радостью его записали в исконно финские земли вообще непонятно потому что основали этот город тогда когда финляндии никакой вообще в проекте еще не было сделали причем это еще в далеком 15 веке русские люди новгородцы построившие там крепость под названием коррелла дабы отражать регулярные набеги шведов причем данная часть истории никем даже и не отрица потом были смутные времена россия слабела и шведы захватили корреллу переименовали ее в кексгальм и благополучно владели городом до времен петра первого который поставил точку в этом вопросе не только вернув корреллу в родные пределы но и навсегда оттучив швецию от имперских заскоков но вот потом потом и случилась неловкость надо отдать должное в россии как-то есть традиция подобных неловкостей в результате которых исконно русские земли затем уплывают непонятно куда почему это происходит да потому что на самом верху вдруг начинают передавать территории туда-сюда как мешок с картошкой все как в нашем любимом эпизоде про ивана васильича дескать забирайте государство не обеднеть как результат александр первый решил улучшить отношения с великим княжеством филианским тоже вечно не выученный урок что на западной границе доброту за слабость принимают и зачем-то передал в его состав те самые 10 процентов территории включая город корреллу о которых и плакал недавно на весь мир александр стук правда последний по понятным причинам решил умолчать обо всем этом как вообще попали в состав финляндии эти земли недолго к вводится всего лишь с 1917 года по 1945 то есть примерно на 30 лет и потом были благополучно возвращены на историческую родиту однако всего этого Финляндии помнить как раз не хочет от слова совсем и 500 лет истории из которых большую часть времени самой Финляндии вообще не было они не замечают а помнят тоже как в нашем другом фильме здесь помню тут ничего только вот эти крошечные 30 лет пока наслаждались подарками русского царя используя их во вред россии впрочем остался еще один самый яркий и символичный момент без которого вся эта история не будет полна кто же разработал и написал концепцию жизненного пространства Финляндии еще тогда более ста лет назад а сделал это риста рютти который 15 лет занимал пост главы центробанка короче такой же точно политико-финансист как александр стук сегодня и чем же прославился риста рютти на своем дьяволом поприще отвечаем именно при нем англосаксонский капитал повсеместно проник промышленность Финляндии проще говоря если при российской империи в этот регион вкладывались деньги строились литейные заводы и предприятия цветной металлургии то риста рютти после девятьсот семнадцатого года продал все это добро американцам и англичанам и заодно бонусом так сказать разработал концепцию жизненного пространства так почему же все это имеет большое значение а потому что очень скоро началась война и все эти британские и американские предприятия получили просто бешеные военные заказы от берлина которые они снабжали своей продукции для понимания одним только никелем германию почти на одну четвертую снабжала финляндию никелем который производил американский завод и вот же интересное дело даже после того как сша все-таки вынуждены были вступить в войну против германии никто эти заводы почему-то не тронул не национализировал а точнее все отлично знают почему потому что они работали на благо германии поставляли продукцию для немецких танков самоходов артиллерии и прочее американский и британский бизнес финляндии находился под защитой германского союзника работал на германию а денежки приносил владельцев в лондоне и вашингтоне казалось бы особенно упрямые люди и тут могут сказать ну и что а то что на этих заводах работали угнанные советского союза в плен рабочие вот что английский американский капитал отлично знал что на этих заводах используется труд военнопленных этих господ ничуть не смущало получать прибыль таким вот образом они нам кстати сегодня рассказывают о том как в китае якобы используют труд цветов жизни имеют место тяжелые условия работы но ну моралисты просто чем бы корова мочала как говорится в общем есть даже замечательная фотография на которой военное атташе посольства сша финляндии прибывает на территорию коррелла финской сср оккупированной тогда уже финляндии на снимке четко видны офицеры японии германии италии финляндии а также господин барон максимилиан фон хелленс который представлял интересы компании сша по вот с этого момента слушаем крайне внимательно по совместному освоению оккупированных территорий ссср да да у финляндии союзника германии сша был совместный бизнес по совместному освоению оккупированных территорий советского союза причем не какой-то подпольный а вот высшие сотрудники посольств сша в стране официально занимались делами этого бизнеса именно такие детали и надо знать всем кому интересно что за союзники у нас были во второй мировой странно только одно что все эти документы для нас рассекретили лишь сегодня они 80 лет назад история россии бесконечна и в следующем выпуске мы расскажем исчезновение золота колчака загадка которая до сих пор будоражит людей куда исчезли несметные сокровища огромной империи 500 тонн золота это же настоящий клад 45 миллиардов долларов это стоило бы на наши деньги российская миграция собиралась годами безбедно жить на одни только проценты от этой невероятной суммы и все же она бесследно пропала куда же и кто обогатился за этот счет а расскажем в следующем выпуске великой россии это был новый выпуск проекта великая россия ставьте лайки друзья и обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы ссылки в описании к этому ролику поверьте нам есть чем вас удивить меня зовут влад серов до новых встреч будьте с нами обещаем скучно не будет вам вам вы вам вас вы вы вы